Ребятки, всем привет! Сегодня я выехал на коп, но ролик будет не о копе. Скорее всего я сегодня ничего не найду, потому что место тут конкретно выбитое. Просто, ну так сказать, расслабиться немножко и передохнуть. Но пользуясь случаем, ранее обещал вам снять о приложении, которым можно пользоваться во время копа. Например, вы поднимаете монетку, очень интересно, что в этот момент очень интересно? Узнать ее стоимость. И вы сразу же открываете свой смартфон. Это, кстати, единственный минус на обычных телефонах, это приложение работать не будет. Итак, вы открываете свой смартфон, заходите в раздел, сейчас я вам объясню, и находите свою монету и уже видите приблизительную ее стоимость. Более-менее нормально, приложение периодически обновляется, более-менее средняя стоимость этой монеты вы уже увидите. Итак, сейчас я немножко поковыряюсь, покопаюсь здесь на поле. И далее, может быть, если что-то найду, обязательно покажу, а в конце ролика расскажу вам о приложении. Так что вот оно поле сзади меня, сколько оно нам добра принесло. Вот по этой ссылке можете посмотреть, как мы недавно подняли здесь клад. Так, ну что, не будем терять времени. Поехали, собираем аппарат. Перелопатив кучу шмурдика, друзья. Честно говоря, я не надеялся тут ничего найти. Ну вот, совсем с краешку здесь появился среди кучи разных нехороших, скажем так, сигналов. Появился один очень-очень звонкий сигнал. Обычно на аське так визжат пробки и всякое говно. Но все равно я решил копнуть, думаю, ну что. И меня очень порадовала эта находка. Сейчас мы, кстати, посмотрим на нее. Итак, где-то наш... похож пятак. Орел отлично видно. Возможно, это Николаевская какая-то. Четко как прослеживается очертание орла и надписи. Пять копеек. Вот здесь я внизу вижу. Возможно, вам будет не видно. А вот с этой стороны вижу 67. Так. А, нет, 870. Пять копеек. Ох, интересно. Сильно тереть ее не буду. Вот так. Вот так вот видно вам, да? Отлично. Санкт-Петербургский монетный двор. Так, 70-й или 79-й все-таки? Пока сейчас поближе. Да, это похоже на 79-й больше. 79-й. Пять копеечек. В более-менее нормальном сохране. Вот здесь немножко гурт под децельный. И с этой стороны прекрасная, друзья мои, находка. Честно говоря, неожиданная для меня. Ну, в этой ситуации мы просто... Это самое... Мы уже... Здесь наши полномочия и все. Коп наш подошел к концу. Удачным его особо не назовешь. За исключением одной монетки более-менее результат. Все остальное шмурдяк, смотрите. Вот наш сегодняшний улов. Ну, вот единственный монитосик вот этот нас порадовал. Вот этот вот. Одна единственная. Ну, что ж, вообще... Вообще я приехал сюда не за этим. Давайте сразу перейдем к делу и приступим. Итак, берем наш смартфон. Он уже должен быть подключен к интернету. Заходим в Play Market. В поисковой строке набираем монеты. И у нас выходит список. Вот первый и третий. Это те, которые нас интересуют. Вторая и последующие. Их на самом деле очень много. Вот как вы можете видеть. Я некоторые из них тоже устанавливал, пробовал. Но мне понравились именно вот эти две. Первая. Монета России и СССР. Это для коллекционеров больше подходит. Я тоже собираю. А третья. Вот она, монеты Царской России. Это подходит больше для нас, для кладоискателей, так сказать. Для определения их не стоимость, но и также для коллекционирования. Так. Открываем, значит, приложение. И сразу что мы видим? И видим мы каждого царя, правления и так далее. Вплоть вот сюда до конца. Здесь внизу интересные есть разделы статьи, где вы можете почитать кваскации, монеты, значки, тролли-вали. В общем, все это интересно будет почитать. Может что-то новое для себя возьмете. Также можно наблюдать за своими коллекциями по сводным таблицам. Вот таким вот образом. Это разобраться не сложно. Самое интересное в чем? Версия, которую предлагает Play Market, в ней будет недоступна петровские монеты. Петр Первый. Они будут недоступны. Чтобы они стали для вас доступными, нужно будет оплатить две сотни за это приложение. Значит, петровские монеты, к примеру, берем, открываем. И здесь у меня, видите, копейка. Все про нее читаем. Что здесь у нас предлагается? Можем просмотреть изображение. Здесь уже нужен будет интернет. Вот так вот увеличим. Здесь вот предложенный такой вариант. У меня была копеечка. Гораздо более лучшего сохранного. И продал. И продал не за 6200, друзья. А там уже десяточкой пахло. Также здесь, вы можете видеть, на мешок можно сразу перейти. Либо на F-Coins. Это аукционы. Заходим на мешок и мы можем видеть данный год, данные монеты, конкретный ценник. Конкретный ценник. Вот она. 8999. Видали? 9000. 9000 стоит монетка. Хорошего сохрана. Есть сохраны похуже. 2800. Он какая-то плохенькая. Есть, наверное, и побольше ценники. В общем, вот такие вот у нас. Вот. Отмечать, как у вас. Попался у вас с 704 года, да? Ну, мы вот разберем мы именно вот это. Нажимаем вот сюда. И сколько? Вот 10 штук набрали. Ставим 10. Хоп. И вы видите, 10 монет у вас уже есть. Сейчас я это уберу. Ставлю одну свою. Какой год у вас попался? Абсолютно все года. Все здесь есть. Любого царя. Ни одной монеты, которую вы найдете в земле, все можете здесь найти, отметить. Возьмем Николая II. Все монеты от 1-4 и до раритетных, и до памятных. Вот они. Все стоимости. Видите, друзья? Вот также можете раз все это хозяйство отмечать. Очень интересно. Любой царь. Это что касается у нас, да? Монеты царской России. Также можете настроить это приложение. Язык, цены обновить. Обновление проходит раза два в месяц, наверное. Вот также можно, нажав на «Моя коллекция», можете посмотреть, определить, что и вот. Монет в коллекции 17. Общая стоимость 14 тысяч. Прибавляете и отмечаете монет, которые у вас есть. У вас, естественно, здесь она отмечается. Также можно почитать о приложении. Здесь разные ссылки есть. Куда без рекламы. Я свои монеты и находки продаю на мешке. Очень быстро. В принципе, адекватные все покупатели. Для того, чтобы продавать, нам надо конкретно регистрироваться. Там проверяют очень хорошо. Поэтому я за это не беспокоюсь. Сам прошел эту процедуру. Чего, в принципе, и вам советую. Ссылку на подключение к этому сайту я сделаю под видео. Так что переходите, подключайтесь. Будем вместе продавать, так сказать, свои находки. Так, забыл еще сказать. Хотел отдельно рассказать вам о разделе статьи. Здесь интересная тема про чистку монет. Где-то здесь я видел. А, наверное, как раз эта статья о чистке монет как раз в «Монеты России». Переходим к этому приложению. Здесь мы видим также все. Значит, у нас периоды разбиты по датам. 21-23, 24-31 и так далее. Здесь есть местные выпуски. Здесь есть пробные. Здесь есть юбилейные монеты. Вот. Также интересные вот есть ресурсы интернетные, да. Где вы можете попродавать. Там также забить свою рекламу. Вот здесь вот, например, да, там. Далее. Также есть параметры поиска. Забивайте. Также есть здесь сводные таблицы. По таблицам смотреть. Вот они уже галочки здесь отмечаются. Какие у вас есть монеты, какие вам еще нужны. Кому как удобнее. Кто-то по таблицам. Кто-то конкретно уже вот так по датам, по годам статьи. Значит. Часто задаваемый вопрос. Терминологи. По какому принципу коллекционировать монеты. Троллевали. Самый тоже интересный. План выпуска на 2017 год. Здесь уже все есть. Ждем Тамбовскую область. Монетку. Так. Чистка современных монет. Чистка медных. Серебряных монет. Патина. И так далее. И тому подобное. Копии и прокопии. Вот здесь в китайский также написано. В общем здесь вот в разделе статьи. Здесь немножко пожирнее. Так сказать. Поинтереснее. Побольше здесь всего написано. До всего. Ранний совет который поднимаем. Открываем. Смотрим. 10 копеек 21 года. 3200. Пожалуйста. Можем зайти проверить. На мешке. Ural coins. F coins. Перевозчиковы. Здесь побольше уже аукционов. Можем выбрать. Посмотреть какие цены. Вот они. 10 копеек. 2950. И так далее. То есть сразу уже можете проверить. По стоимости уже конкретно живые монеты. Которые находятся в продаже. Вот они. Все здесь. Очень интересное приложение. Вообще так. Замечательно. Вот они. Все здесь. Также я собираю современные юбилейные монеты. Которые выходят. Министерство. Вот. Димка мне подарил. К Новому году. Наш Камрад Тамбовский. Спасибо. Диман. Если смотришь. Все министерства. Подогнал. У меня было 2 монетки. Он мне целую коллекцию подарил. Так. Значит. Событие юбилей. 9 монет. Вот они. 10 рублевые. А. Забыл. Да. Кстати. Вам сказать. Что можно отмечать. Здесь. Состояние. Вашей монеты. Нажав вот сюда. И указать. Какая плохая. Значит. Плохая. Значит. Вот сразу у нее стоимость. Видите. Превращается в номинал. То есть. Ничего она уже. Практически. Не стоит. Если вы ее ставите полированная. 100 рублей она уже полированная стоит. Но таких нет у нас полированных. Они обычные. Мешковые. Делаются. Очень хорошая. Скажем так. 50 рублей. Все. И футбол 2018 года уже появилась. Здесь. Буквально. Прямо вот. Несколько дней назад я смотрел. Ее. Не было этих двух монет. В цветном виде она 1000 рублей стоит. Такая. 70 рублей. Прекрасно. Ну. Пока на мешке я ее. Не встречал. И так. Ребятки. Вот. Вот. Те два приложения. Которых я хотел с вами поделиться. Если кто-то уже. Знает. И пользуется этими приложениями. Прошу. Ну. Не дизлайкать. И не хамить в комментариях. Потому что. Ну. Не все такие продвинутые. Как вы. На самом деле. Вот. Для кого-то. Если это было новостью. Если я вам. Если вам понравился этот ролик. И вы взяли для себя что-то. полезное. Буду очень рад. Буду очень рад. Вашим лайкам. В принципе. На этом все. Оставайтесь на канале. Подписывайтесь. Всем хороших сигналов по катушку. Всем новых пополнений в коллекцию. До новых встреч друзья. Увидимся на поле. Пока. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ. Продолжение следует...